Продолжение следует... 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 проводить политику по привлечению средств и по кластерам. По технопаркам, индустриальным паркам «Врать», то есть наш индустриальный парк у Финскивы, активно развивается, получили меры поддержки по 316-м постановлению. Сейчас вот готовим как раз два проекта с турками и сам Кадором. И опять же будем участвовать по возмещению затрат по 11.19 постановлению правительства Российской Федерации. И это опять же, если участвуешь, получаешь федеральные средства, дают нам плюс баллы. Если взять последний блок, там деловая активность, молодые промышленники, здесь тоже у нас все хорошо. То есть наши молодые промышленники, которые сегодня активно участвуют в этой политике, то есть 250 было претендентов на звание лучший молодой промышленник, три из них вошли в сотню, завтра мы опять ждем результат. То есть тоже должно быть все хорошо, потому что активно работаем в этом направлении. Я к тому, что если брать в целом показатели, это наша вроде бы такая текущая работа, которую показываем на федеральном уровне, получаем, соответственно, рейтинги. Эти рейтинги потом нам помогают где-то, может быть, плюсом, какие-то бонусы. Бонусы от федералов – это, конечно, привлеченные средства, поэтому над этим работаем. Да, я правильно понимаю, что, как Ради Фаритович говорит, вот наши руководители отправляются в Москву, ходят по министерствам, и результат этого рейтинга – это не только репутация, да, авторитет республики, это еще и министр видит, да, что у нас первое место, собственно говоря, и, соответственно, мы можем рассчитывать на какое-то дополнительное финансирование. Да, нет, так и есть. И Денис Валентинович, он вообще работу так поставил, если есть обращение от регионального министра, то все его заместители, директора департамента должны отработать. Отработать до того результата, когда регион остался доволен. То есть, как бы это прослеживается, вот те федеральные практики, которые проводит Минпромторг сегодня, Координационные советы, Ради Фаритович, кстати, предложил провести у нас в Уфе, и будем стремиться, чтобы это было. Все-таки у нас есть что показать, есть что рассказать, есть поделиться опытом. Федеральные практики, федеральные стажировки. То есть, когда приходит новый министр, министерство региональное, собирает федеральное министерство по 20-30 человек, и неделю их обучает как раз в Минпромторге. Даже не обучает, а знакомит с департаментом, с замминистрами. То есть, ну, практика такая, ну, она очень хорошая, и единственная в Минпромторге. Поэтому, когда у нас первое место, мы... Во-первых, нас приглашают на все эти стажировки, чтобы мы приехали, поделились. Нас знают, нас узнают. После этого, когда мы получаем там больше всех федеральных средств, ну, это... И говорят, ну, да, вы же первые, вам надо больше. Поэтому так... Александр Николаевич, вы отметили, что увеличено количество объема, да, и количество критериев, собственно, оценки эффективности промышленной политики в регионах. Были ли моменты, где регион, ну, понимая, что мы стремимся к первому месту, да, ну, где-то дотягивал какие-то показатели, да, где-то какая-то работа дополнительная была проведена? Ну, один такой блок был, это цифровизация промышленной политики. То есть по цифре у нас, ну, мы отрабатываем, у нас 312 предприятий, они включены в государственную информационную систему промышленности. Меры поддержки, которые есть, мы там размещаемся. Но вот если даже брать по Центру управления республик, сегодня мы сделали запрос на создание дашборта по промышленности. Здесь вот пока мы еще не сделали, ну, в этом году в 22-м доведем, по итогу 22-го года это тоже будет плюсом к тому рейтинг, который будет на следующий год. Если брать по показателям, которые новые ввели, кибердром. То есть здесь мы активно работаем, две наши команды в прошлом году были финалистами, здесь все хорошо, в этом году мы уже три команды туда вводим, поэтому я думаю, что будем держаться и повышать там тоже эффективность. WorldSkills, то есть наши предприятия сегодня активно включились в эту работу, помогают нашему и Министерству образования, и нам в том числе подготовить специалистов, они финалисты и WorldSkills Russia, и на мировом у нас есть один победитель, то есть там отрабатываем. Плюс есть показатели, что по итогам прошлого года у нас там были нулевые баллы, в этом году мы немножко прибавили. Это по специализированным нашим колледжам. То есть Стерлитамаксский колледж сегодня мы стали учредителем, совместно с группой компании Стан сейчас отрабатываем включение заявки в профессионалитет, то есть здесь у нас такая тесная работа и с Министерством образования, и с предприятием. Понятно, когда Министерство образования, оно, учитывая там 63 наших колледжа, которые есть, со всеми отработать, направить к предприятию, наверное, тяжело. И вот мы сегодня так в тандеме идем. Профессионалитет по машиностроительному колледжу Сумпо отработали, деньги получили. В этом году у нас отрабатываем с УГМК, это училинский колледж, и с группой компании Стан, это вот Станкостроитель. Деньги привлечем, 100 миллионов рублей федеральных средств на каждый колледж, но это довольно-то хорошо. Александр Николаевич, еще обратили внимание на один такой критерий, связанный с реализацией молодежной политики. Что это значит в контексте данного рейтинга? Я уже немного говорил, молодежная политика – это работа как раз с нашими, во-первых, вузами, СУЗами, и работа с нашими молодыми промышленниками, которые сегодня на предприятии. Не так давно брать предприятие «Корона» Алмаз Мамлеев участвовал же на встрече с Путиным, как раз собирали молодых промышленников, он вошел в это число, задал вопросы по кластерам, эти кластеры потом перешли на Питерский международный экономический форум, и сегодня, ну и мы здесь показываем, и акцент на этом идет. То есть с 1 января 2023 года кластерная политика должна существенно поменяться, должны быть новые меры поддержки, и здесь мы, благодаря нашим таким молодым прорывным ребятам, там тоже дали такой небольшой толчок, и сегодня все получается. И завтра состоится как раз награждение лучшей молодой промышленник года, там у нас все хорошие шансы, будет в числе лидеров. Александр Николаевич, мы с вами говорим о результатах, собственно, прошлого года, если говорим о рейтинге. В этом году уже есть предварительные результаты, буквально недавно Росстат опубликовал индекс промпроизводства, рост на, если я не ошибаюсь, 6,2%. Удивительный на самом деле рост в том смысле, что мы сейчас живем в совершенно другой реальности, понимаем, что есть проблемы с нарушением логистических цепочек, проблемы с какими-то поставками комплектующих, которые ранее приезжали из-за рубежа. Вот как в этой связи, собственно, предприятие, за счет чего, благодаря чему предприятие демонстрирует рост? У нас снижение произошло там небольшое по нефтянке, это, опять же, санкционное давление, которое сегодня есть, то есть небольшое уменьшение объема в добыче, так-то еще показатели были бы и выше. Если брать по нашему машиностроительному предприятию, ну, в принципе, по импортозамещению нам удалось много уже сделать. То есть пока мы замещаем, понятно, это Китай, страны Азии, где-то везем через Узбекистан, через Казахстан, ну, как бы отработали. То есть никаких срывов заказов не будет. Раз нет срывов заказов, мы идем в плюсе. То есть где-то 100%, где-то там чуть больше. Мебельщики наши, они же обрадовались сейчас, когда закрылась Икея. Для них новая ниша там открылась. 150% рост только у них. То есть где-то по одежде немного просели, но это, опять же, показатель. То есть за 5 месяцев, к концу года мы все выправились. И к концу года как раз у нас будут основные показатели тоже по обрабатывающим отраслям. Это машинка, это наши двигатели, все там, где мы комплектующие довезем, заместим. Я думаю, что по году все будет хорошо. Параллельный импорт как-то будет спасать эту ситуацию? Ну, это для этого сегодня сделать, чтобы не спасать, наверное, помогать ситуации в нынешних реалиях. Да, мы уже обратили внимание на проблемы с логистикой, да, но они решаются постоянно. Есть ли какие-то вот текущие проблемы, может быть, они связаны с контрактацией, да? Мы вот недавно в нашем эфире обсуждали этот вопрос. Не, ну, по контрактации я понимаю, куда выклонить. То есть, да, по некоторым позициям предприятие, когда началось повышение на металл, когда начало повышаться сырье, а госзаказ уже подписан, мы предприятие, оно не может сорвать. Оно покупает втридорога, идет корпорация, которая сделала заказ, они говорят, нет, ну, заключили же уже. Но это единичный случай. В основном наши компании и Транснефть, и Башнефть, и Роснефть. То есть, когда идет обоснованное повышение цены на сырье, то они меняли условия. Поэтому таких особых проблем, это все равно сегодня наши предприятия должны не сделать параллельный импорт, или там не везти из Китая, мы должны это производить у нас в России. Задача КамАЗ, например, поставлена, чтобы в следующем году автобус полностью был из комплектующих Российской Федерации. Чтобы наши двигатели, которые сегодня летают, мы понимаем, что крупноузловые, если брать, они все в России. Вот в каком-то узле определенном или там агрегате есть подшипы, которые импортные. Ну, это к примеру. Поэтому получается, что здесь вот есть такая проблема. И вот если мы наладим эту кооперацию, сделаем на территории Российской Федерации все эти производства, мы со всеми проблемами справимся. Ну, сейчас все предприятия работают. Я помню, вы в начале августа говорили, да, в ЦУРе, по-моему, говорили, что какая-то часть персонала у некоторых предприятий уйдет в отпуск. Это все планово. Сейчас такого нету? Как планы были, то есть уходили в отпуск. То есть где-то автоваз стоит, мы понимаем, что белые детали работают только на автоваз. Там пока были каникулы, есть меры федеральной поддержки по линии Минтруда. То есть вот временная занятость, общественная работа, все это оплачиваемое, деньги есть, предприятия отрабатывают, все хорошо. Сегодня наше предприятие выходит с инициативой продлить эту программу. Было три месяца, теперь еще на три, то есть сделать полгода. И, в принципе, федеральный центр на это идет. Но самое главное, что штаты сохраняются. Штаты сокращения нигде нет. Я говорю, вот наши крупные предприятия, там, где сегодня не хватает как раз кадра, они эту ситуацию настолько мониторят, что скажите, уволим 50 человек, мы их заберем. То есть это прям так, УМПО сегодня с этим активно работает. То есть и генеральный директор, и замгенеральный директор, вот они эту ситуацию прям анализируют. Не знаю, говорят, что они ждут, чтобы кого-то уволить и взять к себе, так нельзя. Но нигде еще не произошло сокращение, нигде не сократили зарплату, наоборот, рост идет. Заключительный вопрос. Вы уже обратили внимание, да, на работу с профессиональными учебными заведениями. Вот глава республики сегодня тоже в обращении к Денису Валентиновичу Мантеру обратил на это внимание. Вот какую роль сейчас сыграет специалист, да, профессионал в тех условиях, в которых мы находимся? Сегодня у нас действительно, ну, у нас не хватает. Не хватает реально ребят, которые могут прийти и работать на станках. УМПО, 2,5 тысячи уже надо. То есть, несмотря на то, что мы говорим, что там санкции, давление, снижение показателей должно быть. Нет. Пока предприятие растет, работая в трясмен, нужны кадры. Легкая промышленность развивается, растет, нужны кадры. То есть, КУМАП наш, который, опять же, нужны 350 человек. И вот по каждому этому направлению предприятия сегодня сами готовы заходить в колледжи, вкладывать свои средства, обновлять им станки, оборудование, чтобы как раз готовить, успевать готовить таких вот инженеров, мастеров, которые сегодня будут и будут работать. Поэтому с кадрами сегодня это одна из ключевых задач, которую мы отрабатываем, которая на повестке. Ну что ж, спасибо большое за интервью. Спасибо.